Привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось бы мне сделать заявление тем, кто меня слушает, смотрит, кто посещает мой видеоблог. Вот хотел бы я вам официально кое-что заявить. Но не сегодня, не сейчас, потом. А сейчас я вам лучше расскажу пару историй. Истории, которые вы уже давно знаете, но просто я их хочу рассказать. Не знаю почему. История первая. О том, как ученые решили проверить уровень интеллекта у обезьяны и у сетевика, представителей сетевой индустрии. Ну, известная история. Вот говорят они испытуемым обезьяне и сетевику, дистрибьютору какой-то сетевой компании. Вот вам пальма, на ней висит банан. И вот ваша задача не помереть с голоду, а покушать. Чтобы вам было проще и яснее. Вот лежит палка, а вот ящик. Вперед. Обезьяна первая. Трясет пальму. Банан не падает. Ей говорят, ну вот палка, вот ящик. Через некоторое время обезьяна берет палку, пытается сбить. Ей подсказывает про ящик. Она становится на ящик. Палка избивает банан. Наедается и успешно проходит эксперимент. Наступает очередь нашего собрата. Сетевик. Подходит к пальме и начинает трясти. Трясет, 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 трясет. Банан не падает. Ему говорят, послушай, вот палка, вот банан, вот ящик. Думай, Вася. Он трясет пальму. Ему говорят, вот палка, вот ящик. Он говорит, что ящик, что пальма? Трясти надо. И трясет пальму. Ему говорят, вот ящик, вот палка, вот банан, вот пальма. Ну, 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 ну. Трясет сетевик пальму. Ждали, ждали экспериментаторы. ушли помер наш коллега под пальмой от голода трес пальму думать не хотел вторая история тоже протест это же про испытания но там правда один герой крыса подопытная подопытную крысу запускает большую картонную коробку крыса голодная крыса голодная и в коробке три отсека 1 2 и 3 в последний третий отсек кладут кусок сыра голодную крысу запускает она бросается в первый отсек чувствует запах сыра нет бежит попадает во второй отсек чувствует запах сыра нет ищет бежит третий отсек находит сыр вкусно завтрак и на следующий день крысу отправляют тот же самый ящик сыр кладут в третий отсек тоже самая операция забегать в первый нет то во второй нет у в третьем находит на следующий день снова в первый забегает тору избегает третьим находит на какой-то день наконец запускает голодную крысу и она прямиком уже без всяких заходов первый второй отсек бежит прямо в третий и вкусно кушать. И вот она такое-то время ходит, прямо сразу в третий отсек и там ест. И наконец, условия изменились, и сыр переложили из первого отсека, из третьего отсека в первый теперь. Голодную крыса запускает, и она прямиком бежит прямо в третий, там, где было всегда. Прибегает туда, а сыра нет. Запах вроде как бы есть, а сыра нет. Мечется крыса, мечется крыса, мечется крыса в третьем отсеке, всегда было, нету. Няма, как говорят болгары, няма. Ищет, 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 не находит. Ищет, ищет, не находит, забирает голодную крысу, отправляет назад. На следующий день еще бы она изголодалась, опять запускает ее, и снова она бежит прямо в третий отсек, там, где было всегда, где привычно, где всегда был сыр вкусный, нету. Запах есть, вроде как бы. а сыра нет. Крутится, крутится сыр, крыса нету сыра, убегает, забирает ее снова. Наконец, дня через четыре-пять она начинает думать, она начинает поиски. Если запах есть, то может быть во второй, а может быть в первой, и она находит сыр в первой, в первом отсеке. И с этого момента начинает менять условия. кладут сыр или во второй, или в первый, или в третий произвольно, и каждый раз крыса, наученная горьким опытом, бежит и попадает в первый отсек. Если там нет, она бежит во второй. Если там нет, она бежит в третий. Сыр перекладывают, и она питается. Сыр перекладывают в первый отсек. Она бежит, и сразу заходит в первый, и там ест. Короче говоря, куда бы ни положили сыр, она после поисков его находит. Она всегда сыта. Крыса адаптировалась к условиям. Я вот часто думаю, на кого мы похожи? На обезьяну ли мы похожи, или на крысу? Мы к чему-то привыкаем, и безропотно нанесем свой крест. Мы привыкаем работать на дядю, за копейки, и ходим туда, проклиная эту жизнь, только потому, что мы привыкли. Мы привыкаем к какой-то одной компании, сетевой. И даже если там нету сыра, давно уже, или его переложили в другое место, мы по-прежнему туда ходим. Методы работы поменялись, новые приемы появились, обстановка изменилась, ситуация совершенно другая. Мы продолжаем тупо ходить туда, где нет сыра. Почему мы так устроены? Загадка природы. Я не к тому, чтобы метаться, и всегда только думать о сыре. Но если мы занимаемся бизнесом, если мы не в пионерской организации, и даже не в комсомольской, и если мы не изменники родины, не предатели, а просто бизнесмены, то мы должны думать о деньгах, мы должны думать о прибыли, мы должны думать о том, что действовать надо так, чтобы была прибыль. Один метод не срабатывает, надо его менять. Другой появился, какой-то прием новый, надо его осваивать. Если где-то условия изменились, и компания поменялась, и ты чувствуешь, что это не твое, нужно смело меняться. Я недавно имел общение с людьми, которые профессионально занимаются сетевым маркетингом многие десятки лет. Свободные люди. Вот этой свободы многим из нас не хватает. Есть дураки, которые, которые у меня есть один, я не хочу никого обижать, но есть один парень, который мне каждый месяц звонит и предлагает новый бизнес. Это глупость. Но мозги в голове полезно иметь, потому что сыр лежит там, где он лежит, и мозги позволяют находить этот сыр и всегда быть сытым. В хорошем смысле слова. Спасибо. Спасибо.